Пламя здесь распространялось огромной скоростью из-за особенностей строения. В отделке фасада второго использовали дранку. Почти во всех квартирах обвалилась крыша. Люди сейчас оценивают ущерб и выносят уцелевшее имущество. В принципе, кое-какие вещи можно еще спасти. Вещи, квартиру никак. Крыша обвалилась. В этой квартире Людмила жила более 40 лет. В момент пожара у нее были гости. Запах гари женщина с подругой почувствовала около 9 вечера. Выглянули в окно и увидели пламя. Я выбежала на улицу, на мою квартиру. Через час, наверное, только пожар перекинулся. Я в надежде была, что все-таки потушат. Я, например, до сих пор в шоке. До сих пор не осознаю, наверное, что вообще случилось. То есть все, без жилья. С большим ущербом остались и арендаторы помещений. Магазины находились в самом конце сгоревшего дома, но пламя дошло и до них. Спасаем книги, которые остались, которые можно реанимировать. А вот так выглядит сейчас здание внутри. До этой части дома огонь практически не дошел, но убытки все равно есть. Пожар был достаточно сильный на крыше и сильно дымилось. Ну, как видите, значительную часть книг залило. Часть книг пострадали от золы. Пострадали не только книги, но и исторические фрагменты здания. К примеру, потолок из лепнины. Хоть дом не является памятником архитектуры, но имеет богатую историю. По адресу улица Чапаева расположен ценный объект историко-градостроительной среды. Это доходный дом с торговыми помещениями на первом этаже. Интересно, что это одна из немногих построек нашего города, которая, возможно, была возведена в позапрошлом 19 веке. Всю ночь на улице Чапаева работали порядка 60 специалистов и 18 единиц техники. Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев МЧС России в кратчайшие сроки огонь удалось локализовать на площади 300 метров квадратных. Развитие пожара способствовало наличию деревянных конструктивных элементов. 1 августа в 4 часа 49 минут огонь удалось полностью ликвидировать. Пожар потушили спустя 8 часов. Пострадавших нет.